Областной Крывический музей специально ко дню защитника Отечества впервые открыл выставку из уникальной коллекции огнестрельного и холодного оружия. Экспонаты 18-20 веков, старинные пистолеты, ружья, многоствольные револьверы, в том числе 12-зарядный бундель-револьвер Мариетта и другие образцы впервые показаны посетителям. Здесь представлены винтовки, которые помнят Отечественную войну 1812 года. Специально для мужчин о выставке расскажет Татьяна Крючкова. С древних времен, когда для защиты от агрессии использовались камни и простейшие копья, оружие сильно изменилось. Кроме оборонительной и защитной функции, этот важный предмет создавал еще и дополнительную привлекательность мужчине и даже характеризовал его физическое состояние. Нужно только преклоняться перед нашими прадедами, которые могли, во-первых, носить его, стрелять из него, защищать. Вообще считалось, что эти ружья очень хорошие и даже иностранцы с удовольствием воспользовались нашим оружием, потому что оно было очень высокого качества. Выставка из фондов Краеведческого музея полностью отражает историю создания и совершенствования оружия. Здесь представлены именные пистолеты итальянского, французского и российского происхождения. В тот период, когда дуэли о защите чести являлись нормой жизни, были распространены пистолеты, изготовленные на заказ с личной анаграммой и гербом рода. Существовало у нас шесть типов дуэли. И самый жестокий вид дуэли – это когда противники расходились и стреляли из-за спины друг в друга. То есть был такой тип дуэли, когда стреляли из-за спины. По правилам дуэли одно оскорбление – одна дуэль. Соответственно, сколько оскорблений нанес, столько дуэли и будет проводиться. Из такого обстоятельства мог стрелять лист Давыдов. Давыдов же отечественной войне 1812 года. То есть насколько это удивительно и уникально в такой идеальной сохранности. Отдельная экспозиция «Холодное оружие разных времен и народов» несет особую ценность. Каждый из этих клинков имеет свою интересную историю появления и полностью отражает дух его владельца. Например, меч японского самурая считался частью руки воина и продолжением его мысли. Катана всегда имел дублера в виде клинка для того, чтобы сделать священный обряд харакири. Японский меч традиционно считают предметом оружейного искусства, технологического в том числе. Он изготавливался около 10 лет путем наплавления около 200 тысяч тонких слоев стали. Потом его помещали в болото, чтобы проверить металл на коррозию. Каждый меч изготавливался индивидуально под заказ. Здесь собраны лучшие образцы, самые интересные, уникальные из нашей коллекции. Нашему музею 100 лет и вот за эти 100 лет сформировалась эта очень удивительная, разнообразная, разносторонняя коллекция. Уникальные образцы холодного оружия, такие как катана, казачьи шашки, сабли участников парада победы. Кортики различных родов войск, это и общевойсковые, и летчиков, моряков, ну и также различные охотничьи ножи и сувенирные кинжалы кавказские. Экспонаты, прошедшие сквозь века, имеющие художественную ценность, как никакой другой предмет, отражают историю защиты Отечества и характер его обладателей. Многие образцы этого антикварного оружия остаются шедеврами инженерной мысли и произведениями искусства и по сей день. А значит, знакомство с экспозицией проекта «Открытые фонды музея» будет лучшим подарком мужчинам в эти праздничные дни. Татьяна Крючкова, Виктор Хиврин, Вести 34.